Друзья, вот мы уже сказали, что вот этот процесс автоматически происходит, когда человек живет в грехе. Но что означает «живет в грехе»? Вот что это означает? Все же мы много согрешаем. Нет же человека святого, и кто-то скажет, что у меня тоже согрешения есть определенные. Что означает, когда человек не борется с грехом? Почему вначале мы сказали вот об этом, что Бог свое откровение людям посылает? Друзья, дело в том, что на самом деле понятие, когда человек живет в грехе, оно более глубокое, чем понятие, когда человек просто согрешает и какой-то определенный проступок делает в своей жизни. И вот в этом послании к криминам, в первой главе, показывается шесть признаков, что человек живет в грехе. Шесть признаков. Я не знаю, сможем ли мы все эти шесть признаков разобрать, но эти шесть признаков, они являются теми свидетельствами, которые показывают нам, что мы действительно идем по этому пути. И мы сейчас о некоторых из них поговорим, может быть, о всех шести, может быть, чуть-чуть завтра затронем. Хотя, в общем-то, сегодня мы хотели эту тяжелую тему о грехе закончить. Сегодня такая тема смрачная, о грехе, что его опасность, то, что он плохой, что это самое страшное зло, которое только может быть. Первое, что здесь написано, это первая глава, 18 стих. Написано, они подавляют истину неправдой. Я буду писать 1, в скобочках 18. 18, значит, 18 стих. И признак того, что человек живет вот по этому пути, он подавляет истину неправдой. Друзья, подавляет истину неправдой. Здесь важно каждое слово. Слово подавляет. Вот если бы вам попросили другими словами слово подавляет объяснить, как бы вы сказали, пожалуйста. Что такое подавляет? Наступает? Еще раз. Ущемляет. Ну вот, например, подавляет. Какой здесь оттенок есть такой? Ущемляет ее. Насилие, да, какое-то такое? Насилие прилагает. Да, пожалуйста. Подавляет. Ну, то есть, захватывает, да. Подавляет. Ну, не совсем захватывает, наверное, вытесняет, да. Но здесь есть временно насилие. Например, можно сказать, он не заметил истину. Вот это подходит здесь? Не заметил истину. Не понял истину. Здесь похоже, нет? Подавляет он, то есть, он знает, с чем он борется. Он прилагает усилия к тому, чтобы это подавить. Вот то, что он подавляет, оно сопротивляется, да. Он как бы в процессе вот наступает на нее, чтобы не было этого, убрал это вот так вот. То есть, это не такой процесс, знаете, человек вот услышал истину и забыл про нее. И все, и потом не вспомнил. Это не об этом речь. Это процесс такого долгого, намеренного пренебрежения истиной. Вот это вот здесь написано. Подавляет истину. Подавляет истину неправдой. Вот помните яркий пример, это Пилат. Когда Пилат встретился со Христом, у него была мысль отпустить Христа. Тут его жена заступила за Иисуса Христа. Сам Пилат, у него были мысли, он пытался что-то сделать. И тут пошла борьба. Борьба между вот голосом его совести, голосом его совести, голосом совести его жены и голосом его страха. Страха от людей. И он начинает говорить, царя ли вашего распну? Они нет у нас царя, кроме Кесаря. Он говорит, хорошо, сами заберите, не ты распни. И вот он борется между вот этими двумя голосами. И вдруг они говорят, если ты его отпустишь, ты не друг Кесарю. И тут совсем страшно. Перед Кесарем, да, угроза такая. И написано, и превозмог крик их и первосвященников. Их крик превозмог. Превозмог голос его совести, голос его справедливости. Он подавил. Я уверен, что когда он пришел потом домой вечером, он своей жене говорит, ну а в целом что? Ну может быть и правда он был виноват. Кто его знает? Это же первосвященники это сделали. Он взял воды и умыл руки свои. Друзья, вот что это за жест такой был? Вот как вы думаете, кто скажет это слово, которое я жду? А? Оправдание самого себя. Так же, да? Чтобы потом можно было сказать, это не я. Я не виноват. Он подавляет истину неправдою. Конкретно подавляет. Друзья, этот человек, он пошел по этому пути. В нашей жизни то же самое. Бог нам говорит. Кому-то говорит много через Библию, через проповеди. Кому-то меньше через творение, через совесть. Но каждый человек, он имеет от Бога определенное откровение. Я уже сказал, друзья, что не важно степень откровения, величина откровения. Важно отношение к этому откровению. Я расскажу вам интересный пример. Когда я учился в институте, у меня был товарищ Николай. И он был музыкант. Такой очень сильный музыкант. Он в группе играл. Ну неверующий, соответственно, человек. И у него была огромная коллекция дисков, пластинок, дисков и кассет. Который собирал, его еще отец собирал. И вот когда заходишь, у некоторых людей в библиотеке, а у него фонотека. Заходишь, и несколько стен увешано вот этими дисками, каталогами дисков. Огромное количество. И он все знал биографии этих композиторов, артистов всяких там. Группы, состав. Когда распались, когда не распались. Он с детства в этом жил, отец его в этом воспитывал. Вот есть футбольные фанаты, которые знают имена всех. А это вот такой фанат был музыкальный. И сам он хорошо играл в рок-группах в Толиэте. И вот однажды, а я как раз уверовал к тому времени. И я взял книгу, называется «Нам нужна только твоя душа». Книгу такую взял. Прочитал сам и дал ему этому Коле прочитать. Просто так дал прочитать, без такой особой цели какой-то. И вот он прочитал, он мне потом звонит и говорит, «Денис, зачем ты мне дал эту книгу?» Я говорю, ну не знаю, для интереса почитать. А он говорит, мне пришлось половину фанатеки выбросить. Понимаете, абсолютно неверующий человек. Он говорит, мне пришлось половину фанатеки выбросить. Я настолько поразился этому. У меня было просто шоковое состояние. Я не знал, что это... Мы с ним очень дружили. Я знал, что для него это значит. Я говорю, Коле, зачем ты это сделал? Я уже верующий в церкви. Спрашиваю такие вопросы. Я говорю, зачем? А он говорит, а как я должен поступить, когда теперь я это узнал? Понимаете? Кстати, прошли годы, он уверовал, стал членом церкви. Как бы, кстати, да. Да, слава Богу. То есть я к чему это говорю? Я говорю, к тому, что человек... Вот отношение к информации. Вот он понял, что это правильно. Вот он понял. Что теперь с этим делать, с этим понятием? И вот человек, он... Или он подчиняется истине, или он подавляет истину неправды. Двух вариантов... Других вариантов нет. Только два варианта. Если человек подавляет истину неправды, начинает сам себя оправдывать. Ну, это вот же так. Ну, все так делают. И так далее. Он начинает как-то себя самооправдывать. Друзья, он... Это свидетельство, что он идет по этому пути. Если человек... Ну, тяжело, трудно, но он понимает, что надо так поступить, потому что это истина. Вот она открылась мне. Много примеров. Из книги Иеремия очень яркий пример, но не буду его приводить, но там ярчайший пример, как народ. Вот открыто сказал, что вот мы знаем Иеремию, что-то Бог с тобой говорит, но мы все равно слушать тебя не будем. И тогда Бог говорит, отныне я буду наблюдать за народом этим во зло, а не на добро. Яркий пример из Деяния апостолов, когда ефесяне... Помните, написано, они пришли и сожгли книги свои на 50 тысяч... Помните Драхм? А? Это в современных раскладке почти 100 миллионов рублей. Друзья, то есть это сожгли. Почему? Они поняли, что нельзя так дальше жить. Они не подавляли истину, неправду. Они очень многое потеряли, но они сожгли эти книги, друзья. То есть отношение к истине. Вот отношение к истине. Я знаю одного молодого человека, который ходил на собрание долгое время, ходил, все время сидел такой грустный и печальный. Вот такое у него постоянно мрачное лицо было. Он сын верующих родителей, но долгое время не был крещен. Я его спрашиваю, что такое мрачное сегодня на собрание ходить? Он говорит, ты знаешь, ты бы знал, как мне не хочется ходить на собрание. Я говорю, ну и что? Ну не хочешь, не ходи. Он говорит, как не ходить? Это же церковь Божия, Бог этого хочет. Ну не могу я не ходить. Вот понимаете? Вот мне это... Кстати, потом все нормально, крещение принялось, сейчас отличный брат радуется. Но сам факт. Человек понимает, это же истина Божия, это же Бог. И он говорит, ну не могу я не ходить. Это же Божие, но не хочу. И вот он грустил и ходил. Вот это мне очень нравилось. То есть, друзья, вот подавляет человек истину неправду или не подавляет? Это очень важно. Второй момент. Второй момент, это и второй сразу, и он же шестой. Двадцать первый стих. Как бы второй и шестой момент одновременно. Это двадцать первый стих и двадцать восьмой стих. Двадцать первый, запятая двадцать восьмой. В двадцать первом стихе написано, смотрите. Так как они, познав Бога, но это я пропущу, не прославили Его как Бога, мы об этом поговорим, но осуетились в умствованиях своих, в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце. То есть, осуетились в умствованиях своих. А 28 стих. «Так как они не позаботились иметь Бога в разуме». То есть, напишу, не позаботились иметь Бога в разуме. Вы знаете, у нас недавно было собрание, посвященное детям. Дети школы закончили, учебный год. И мы собрание проводим два раза в год, посвященное детям. Закончили школу и в школу пошли. И я, когда у нас такие собрания, обычно я одну проповедь говорю, большую проповедь с разбитием на перерывы. И я подготовил слайды. И у меня вот в этих слайдах был такой интересный момент. Я показываю на слайдах, говорю. Ну, в общем, моя тема была посвящена Иосии. Помните, Иосия, который царь, он был благочестивый царь. Написано, что не было такого царя в Израиле ни до, ни после. Помните, да? И чем уникальность этого человека, что он был одним из благочестивых царей в среде неблагочестивых царей. То есть, его предки, они были очень-очень неблагочестивые. Он вырос в среде очень греховной, да? Ну, в окружении. И тем не менее, он стал совершенно другим. Такая вот уникальная личность. И один из моментов там написано было, что он поступал как Давид. Во всем как Давид. И я сказал детям, что вот Иосия, он избрал себе в пример Давида избрал. Хотя Давид жил давно до Иосии. И тем не менее, Иосия, когда жил, он спрашивал, там и Ада, и священник, и других, он спрашивал, как Давид поступал. Ему нравились рассказы о Давиде. Когда он, например, засыпал, он попросил рассказать, а расскажи мне о Давиде, пожалуйста. Вот ему рассказывали о Давиде, о Давиде. И он хотел поступать как Давид. Я детям говорю, дети, хорошо, если вы в пример возьмете себе верующих людей. Ну и говорю, сейчас я вам проведу эксперимент. И на слайде показываю, на проекторе фотография, и там один футболист. Я спрашиваю, как зовут этого человека все? Это Месси, кричат. Ну да, Месси, правильно. Я тоже прочитал заранее, что это Месси. Вот. Значит, потом второго показываю, а это кто? Это там, допустим, там Рональда, там узнали. Потом третьего показываю, такой человек стоит, с костюмчиком такой. И я спрашиваю, а это кто? Хоп, такая пауза, такая тишина. Один говорит, ну какой-то мужик такой. Ну хорошо, а кто знает, что это? И никто не знает. Я говорю, это Павлов. Это один из основателей баптизма. Это Павлов. Четвертая фотография. Сперджина показал. А это кто? Хоть такая пауза. Не знаю. Я говорю, это Сперджин. Я говорю, родители, вас не смущает, что ваши дети знают, кто такой Месси, и легко узнают Рональда, но не узнают Павлова и не узнают Сперджина? Вас это не смущает? Вот эта ситуация. Значит, ставят переживать. Я говорю, все, хорошо, вы тоже не переживайте. Я сейчас одну другую фотографию показываю. Показываю, там Пугачева. Кто это? Это Пугачева. Я говорю, правильно. Показываю еще одну фотографию. А это кто? Такая пауза и молчание. И вот одна сестра из молодежи говорит, это Фанни Кросби. Я говорю, да, это Фанни Кросби. Я говорю, чьи песни мы поем? Я потом показал список. 20 песен. Фанни Кросби написала около 3000 песен. Около 3000 написала. Из них в нашем сборнике чуть ли не половина. Там огромное количество песен, которые написала Фанни Кросби. Друзья, мы поем их каждое собрание. Я говорю, и вы узнаете Аллу Бориссону, и вы не узнаете Фанни Кросби. Что-то не так в нашем сознании. Что не так? Почему так? Почему наши дети знают Леонель Месси? Спасибо. Благодарю. А как Сперджина звали? Кто помнит? Чарльз? Ну или Хадсон, или Гадон. Смотри, кто как относится к нему. То есть Хадсон Тейлор. Сперджин. Друзья, то есть я к чему это все говорю? Вот что у тебя в разуме? Что у тебя в голове? Помните послание к евреям? Там написано. Там перечисляются примеры Ветхого Завета. Там герои веры. Там много-много-много-много. Одиннадцатая глава. А потом написано. Итак, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Помните продолжение? Свергнем всякий запинающий грех. То есть откуда у человека сила свергать грех? Откуда у него сила? Вот когда у него вокруг свидетелей веры, когда он насыщается героями веры, тогда у него есть сила свергать грех. Друзья, тут написано. Не позаботились иметь Бога в разуме. Что в нашем разуме? Что в нашей голове? Написано. А суетились в умствованиях своих. Обратите внимание, как этот текст очень ярко звучит. Двадцать первый стих. Но как они, познав Бога? Мы познали Бога, друзья? Мы получили откровение от Бога? Да. Не проставили Его как Бога? Мы об этом потом поговорим. Не возблагодарили Его, но осуетились в умствованиях своих. И омрачилось несмысленное сердце. Омрачилось. Вот они похоть и сердце. Человек подумает, откуда у меня в сердце мысли? Откуда? Так потому что ты осуетился в умствованиях своих. Ты знаешь все. Как помните, у Крылова есть такая басня, когда трое крестьян возвращались с заработка, с Москвы. Идут, и им хочется есть. Они постучались в один дом и говорят, можно переночевать? И хозяин говорит, можно переночевать, но накормить мне вас нечем. У меня есть только каша, одна тарелка или что-то еще. Ну, он говорит, ничего. И вот они сели троем вокруг этой каши. И один из этих крестьян говорит, а вы слышали, другим двум крестьянам, вы слышали, что в Индии война начинается? И вот эти двое начинают между собой спорить о том, что для чего там Индия, война и так далее. И пока не спорили, это всю кашу съел. И Крылов пишет, иному до всего есть дело, что будет в Индии, когда и от чего, все ясно для него. А у самого деревни между глаз сгорело. Друзья, то есть вот многие люди, современные христиане, они похожи на это. Они узнают там актеров сериалов, они знают певцов. А у них вот я к одному подростку зашел в одном городе, у него там фотографии разных там хоккеистов, футболистов. Я подумал, да лучше бы он как православной иконами обвешивался. Лучше было бы, чем вот у него там эти футболисты и так далее. Что будет в голове человека? Что будет в мыслях? Человек читает книги. Какие книги он читает? Написано, не позаботились иметь Бога в разуме. 28 стих. И так как они не позаботились, не заботились иметь Бога в разуме, то он предал их превратному уму. Почему, друзья, превратному уму человека? Потому что в нем не было Бога. Но это кому относится, к верующим или к неверующим? Написано, они, познав Бога, не позаботились об этом. Написано в Ветхом Завете, там, значит, почитай Бога, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, да, всем сердцем, всем разумением. Что значит всем разумением? Друзья, почему в нашей жизни, в нашей христианской жизни так мало поглощения в христианство? Почему, я еще раз повторю, мы совершенно не знаем. Вот я в одной церкви провел эксперимент, мы с Петром Кусеченкой были. Я говорю, Петр, вот он рассказал мою историю, он говорит, я что-то к теме не верю. Я говорю, ну проведи эксперимент. Мы с ним в одну церковь приехали, и большая церковь, и он говорит, дети, назовите мне, пожалуйста, сколько у нас в братстве миссионеров? Ну, мы где-нибудь не знаем. Он говорит, у нас в братстве 400 миссионеров, назовите хотя бы одного. И дети не смогли назвать. То есть, вот наши дети не знают миссионеров в нашем братстве. Вот вы знаете их? Друзья, вот сейчас просто чемпионат мира идет по футболу, да, в России. А мы были в Москве с Матвеем как раз в это время, там просто творится непонятно что. Но вот я как раз по футболу кое-что скажу. Я видел такой плакат, мне он очень понравился, я всем про него рассказываю. Вот такой плакат. Значит, стоит врач, врач стоит, и написано, я учился там 7 лет, плюс там ординатура, плюс у меня опыт, я могу спасти жизнь вашего ребенка. Первый, моя зарплата, там 30 тысяч рублей в месяц, там или 40. Второй, стоит учитель, я там учился столько-то лет, я могу вашему ребенку научить дать ему дорогу в жизнь, там, я могу ему научить знаниями, чтобы он обладел профессией. Моя зарплата там 20 тысяч рублей в месяц. Потом футболист стоит, написано, я умею пинать мяч. Моя зарплата 50 миллионов. Друзья, вы понимаете, что с этим миром что-то не так? Вы соглашитесь, да? Ну, согласитесь, очень странно, когда человек, который умеет пинать мяч, он почему-то его на руках носит, там, президент ходит на его представление, весь мир орет. Вот, там, это, вот, когда у нас был этот матч, там, с Египтом в России, то я хотел сайт новостной открыть, и я не смог открыть сайт. То есть, он, написано, сайт не работает, из наплыва посетители. Друзья, вся страна смотрела? Но почему, друзья, это же ненормально. Это же ненормально. Это же абсолютно бесполезные люди. Они ничего не делают. Почему? Почему важно, вот как он пинает мяч? Какая разница, как он пинает мяч? Какая разница, какой счет? Друзья, пока вот в мире врачи и педагоги, они будут получать меньше, чем футболисты, с этим миром ничего не сделаешь. Но, друзья, так и будет всегда, потому что этот мир насквозь пропитан грехом. Поэтому так и будет, что человек, умеющий пинать мяч, получает миллионы, а врач, который может своего ребенка спасти, он получает копейки. Вот так и будет всегда, потому что это мир греховный. Но в церкви происходит то же самое. Почему, друзья, люди, которые трудятся у нас на благовестии, которые у нас столько проповедуют, которые у нас служители, которые... Друзья, вы знаете, что... Вот я служитель, но я не с вашей церкви, мне можно говорить. Вы знаете, что в Библии написано, служителям, которые проповедуют, нужно оказывать сугубую честь. Помните, да? Вы знаете, что такое сугубая честь? Это не только уважение, по имя и отчеству называть. Написано, двойная оплата. Вот в переводе двойная оплата. То есть, написано, наставляемый, делись всяким добром с наставляющим. В древней церкви так было. Было огромное уважение к человеку, который в проповеди трудится. Сейчас у нас, у нас пресвятера там, они не очень в уважении стоят, в уважении, да, находятся. У нас, молодежь, я еще раз говорю, она знает все, что угодно, кроме служителей церквей. И это как раз и означает не иметь Бога в разуме. Я встретился со свидетелями Иеговы, ну, много раз встречался. Я удивился, насколько они знают тексты Священописания, да, наизусть. Правда, свой выборочный круг определенный, да, чтобы им оперировать, но знают. Я сейчас могу спросить, друзья, я не хочу стать в неловкое положение, но могу спросить. Тут любого поднять, скажи, назови, просто 10 текстов наизусть процитирую, любых. Ну, скажи там, послание Тимофея, пятая глава, не просто так, знаете, где-то там что-то написано. А вот конкретный текст и конкретная ссылка. Я убежден, что большинство из вас не скажут 10 текстов наизусть. Большинство. Друзья, а потом мы говорим, а у нас в сердце мбомыслы, а у нас переживания, не знаю, как побороться с мыслями. Проблема в том, что мы не заботимся иметь Бога в разуме. Об этом надо заботиться. Это не само автоматически происходит. Об этом надо переживать, нужно что-то делать, нужно как-то учить наизусть, надо размышлять, надо читать биографии великих проповедников, миссионеров, благовестников. Нужно вот это делать. У нас один подросток в церкви прочитал книгу про какого-то богатого человека. Говорит, все, хочу быть миллионером, все. И я не знал, что с ним делать. Вот он прям настолько сильно загорелся этой идеей, и я ему дал книгу почитать Хадсона Тейлора. Да, в сердце Китая. Да, Хадсон Тейлор, да, в сердце Китая. Он прочитал, говорит, хочу быть миссионером в Китае. Друзья, то есть очень много зависит от того, что мы читаем, что мы слушаем, чьи биографии мы знаем, кем мы себя окружаем, чьим словом мы питаемся. Друзья, и это слово забота. Про Ездор написано, Ездор имел благословение, потому что он расположил сердце свое, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить другим. Помните, да? Вот там фраза «наклонил сердце свое, чтобы изучать». Вот наше сердце, оно не наклонено, чтобы изучать. Оно изначально по своей полоской природе, оно наклонено там фантазировать, мечтать, что угодно, но не изучать закон Господень. А вот Ездор, он наклонил свое сердце, заставил свое сердце изучать закон Господень. И за это был благословен от Бога. Если мы хотим духовно расти, не хотим идти по пути вот этому развитию греха, мы должны, друзья, позаботиться, чтобы в нашем разуме, в нашем уме было слово Господне. Последний пример на эту тему. Это есть такой брат, очень хороший брат, это ответственный за Азербайджан, Павел Петрович Бяков. Я этот пример как-то рассказывал. Он в своей жизни провел эксперимент. Он решил прочитать Библию за год 12 раз. То есть такой эксперимент. Это не то, что постоянно, постоянно это очень тяжело, но он решил прочитать Библию 12 раз. Он выделил себе время, примерно 2 часа в день, чтобы читать Библию, и 2 часа в день, читая, можно прочитать Библию раз в месяц. И это было ему тяжело. Он говорит, мне приходилось рано вставать, иногда приходилось не досыпать, иногда приходилось отказываться от каких-то мероприятий, чтобы найти время прочитать. И он начал читать Библию. И он прочитал за год 12 раз Библию. И он потом рассказывает. Он говорит, мне даже сны стали сниться библейские Про Иосифа Про Самсона Он говорит Ни искушений Ни переживаний, ни проблем Он говорит, как будто бы Потоком воды Из такого трубы Все вымело из меня Все чисто С человеком там некоторые натяжки были у меня Но я знаю, что мне надо сейчас Знаете, бывает, у человека Какие-то проблемы с человеком произошли И вот ты думаешь об этом, почему он так сказал А что я ответил, думаешь об этом И он говорит, у меня только эти мысли Я говорю, стоп, у меня еще 2 часа Библию читают Через 2 часа про этот человек забыл Потом этот человек звонит, а я уже не помню, кто это Зачем он звонит, что там за обида была Уже все забыл Друзья, мне этот пример очень понравился То есть вот этим потоком Слова Божия Выдавите себя все Можно это сделать Ну, конечно, для нас 12 раз в год прочитать очень тяжело Но Я думаю, что мы поняли Смотрите, вторая причина Она же и шестая причина Не позаботились иметь Бога в разуме Не позаботились Но осуетились в умствованиях Это привело к похотям сердец Это, друзья, очень важно Друзья, еще Третий, четвертый Сразу мы рассмотрим Третий, четвертый На этом остановимся Они очень похожи Третий, четвертый Это стихи Стихи 21 Ну и опять 21 Это 21 стих Там написаны такие слова Так, первая глава посланий к римлянам 21 стих Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили Друзья Вот здесь есть очень странная фраза Но я об ней часто говорил Наверное, тема вам знакомая Прославить Бога как Бога и возблагодарить Напишу Друзья Вот это тоже свидетельство Вот идти по Человеку, который идет по этому пути Что значит не прославили Бога как Бога? Что это вообще значит? Прославить Бога как Бога? Что это значит? Это очень простая мысль Для понимания Но очень сложно для реализации Но я всегда, когда говорю об этой теме Говорю о Лоте Вот Лот, помните, его вывели из Содома и Гаморы? Вывели И ему Бог говорит через ангела Спасайся на гору, которая вот там Как отвечает Лот Он называет Бога владыкой Он говорит владыка То есть владыка это тот, перед которым я поклоняюсь Который имеет право в моей жизни решать все Которому я подчиняюсь безусловно Но Лот говорит Нет владыка То есть он называет Бога владыкой То есть называет его тем, который имеет право командовать, приказывать И тем не менее говорит ему нет Вы чувствуете, что в этом есть противоречие Противоречие Нельзя назвать Бога владыкой и сказать ему нет Нет можно сказать другу Нет можно сказать равному человеку Можно сказать нет Но владыке сказать нет нельзя Если владыка, то да Если нет, то не владыка Вот Лот этого не понимал Друзья Вот в нашей жизни Вот этого понимания тоже часто не присутствует Мы говорим Господи То есть Господин Но мы соглашаемся с Ним тогда Когда нам это удобно Вот я приведу вам простой пример Вот есть три вида согласия Три вида согласия Первое согласие Это согласие Когда я согласен с тем Кто мне что-то предлагает Допустим Сейчас будет ужин И мне говорят Денис, пойдем на ужин Я скажу Хорошо Вот я послушный или нет? Но я же послушался Денис, пошли ужинать Хорошо, пойду Еще так, значит, с готовностью Так вот, хорошо Я пошел ужинать Вот Какой послушный Денис Ну надо же, какой послушный Друзья А почему я послушный? Потому что Предложение, которое у меня поступило Оно соответствует моему желанию Второй вид послушания Послушание, когда Мне все равно Вот мне все равно Например, я еду на машине С одного города в другой город И мне говорят Денис, возьми по пути человека Да возьму Да мне все равно Я же все равно еду И мне говорят О какой молодец Ты, по-моему, послушный человек Да мне все равно Могу взять Могу взять одного Могу двух Могу трех Мне все равно Никакой разницы нет Я могу даже с них деньги не брать Потому что если я еду в ту сторону Все равно же я бы ехал И я могу на этом фоне Даже красиво выглядеть Что вот я даже деньги не взял А на самом деле Мне все равно То есть согласие, когда все равно Ты будешь сидеть на этом Если на этом Да мне все равно Сиди здесь, ну хорошо буду сидеть О какой покладистый Но здесь на самом деле нет покладости Не знаю как это сказать В общем нет этого Потому что А вот третий вид Согласия Или послушания Когда человек не согласен Не хочет У него другие планы Другое желание Но он соглашается просто потому Что вот тот кто ему предлагает Для него важен И вот то же самое Вот это называется прославить его как Ну как вот как Бога Вот Христос говорит Петру Петр закинь сети твои А Петр говорит наставник Мы всю ночь трудились ничего не поймали И они уже вымыли сети друзья Я один раз вымывал сети Это чрезвычайно трудный Тяжелый процесс вымывания сетей Они устали Они всю ночь работали Ничего не поймали И вдруг они вымывают сети И после того как вымыли сети Когда они уже мечтали о мягкой постели Да и чашечки кофе И вдруг говорят Закинь сети по правую сторону И он говорит Мы не согласны с твоим мнением То есть Петр говорит Мы трудились всю ночь И ничего не поймали То есть он говорит Господи мы с тобой не согласны Но Но мы сделаем как ты хочешь Почему? Потому что ты Бог Прославили Бога Прославили Бога как Бога То есть отдали Богу право Принимать решение И соглашаться с ним Как он считает нужным Не оценивая его поступков И не оценивая его действий Вы знаете У меня когда я был в институте учился У меня был товарищ Ну друг скажем так Он абсолютно неверующий человек Но я тоже к тому времени только уверовал Его зовут Игорь И однажды я пришел к нему домой Он очень богатый человек Я называю таких владелец заводов Газет пароходов Вот И у него там у мамы свой там Какой-то бизнес там крупный И так далее И вот у него есть золотая цепочка Золотая цепочка Ну опять-таки Я когда ее увидел Вспомнил сразу Вот он ее надевает Я говорю Золотая цепь над убитом Вот Такая бассивная большая цепочка И он говорит Знаешь сколько она стоит? Говорит Она баснословных денег стоит Огромное количество Как новая хорошая намарка Дорогая очень Вот Для меня это Ну и он Везде ее носил Она ему так нравилась Но в институте нельзя было носить Он не носил А так везде он ее носил И так гордился ей Вот И он мне показал И он такой Действительно кусок золота Такой большой Ну и вот Однажды А потом у нас было Рождество в церкви И мы хотели для детей Приготовить Какие-то Ну какие-то вот Иллюстрации И когда речь зашла О каких иллюстрациях Мы подумали Вот неплохо бы Показать золото Ладану Смирну И я Стали размышлять Где взять золото Где взять Ладану И я вспомнил О Игоре У которого Золотая цепочка Ну я прихожу домой Тогда еще Мобильных не было Толком Я ему звоню На обычный городской телефон И говорю Игорь слушай Помнишь ты мне золотую цепочку Показывал Он говорит да Я говорю Она мне нужна Знаете как он ответил Он сказал Завтра принесу Друзья Он не спросил Насколько Зачем Он не спросил Отдам Не отдам Я говорю Хорошо И положил трубку Вот так разговор был И он на следующий день Приносит мне золотую цепочку И говорит Бери И я взял Он не спросил Зачем Когда верну И так далее И я ее забрал И мы ее показывали Потом я отдал ее ему Но знаете Тогда я понял Что он настоящий друг Вот тогда я это понял Друзья Вы знаете Ну так обычно люди не поступают Так в общем-то И не нужно поступать Потому что не к людям Нормально Когда мы спрашиваем Зачем И это хорошо Но вот Такая степень доверия Она меня тогда Растрогала Эта степень доверия Вот такое Такое абсолютное доверие Возьми Вы знаете И у него отношение со мной Он до сих пор Не верующий человек И иногда даже Он мне говорит Вот ты думаешь Вот на небо пойдешь В рай Я говорю Ну планирую А он говорит Конечно Ты придешь на небо И тебе Бог скажет Вот у тебя Игорь был Ты столько лет с ним И ты до сих пор Его к Берине привел Никакого у тебя рая не видать Ну так он довольно Немножко издевается Хотя он еще сейчас Движение к Богу Очень сильное Очень сильное движение к Богу У него и так далее Вот И вы знаете И вот до сих пор У него такое отношение Вот я некоторое время назад В одном доме молитвы Там в нашем крае Были сильные проблемы Очень серьезные проблемы В доме молитвы Нужны были деньги И я ему звоню И говорю И говорю Игорь, слушай Тут такая ситуация Нужны деньги Ну и крупную сумму денег называю И он говорит Не объясняй зачем Завтра перечислю И просто перечислил На дом молитвы И все Друзья Вот такое отношение К чему я это говорю Вот когда мы имеем отношение С людьми Вообще Обычно не так Обычно ты спрашиваешь Зачем выясняешь Но вот в отношении с Богом Можем ли мы сказать Господи Вот Господи Мне достаточно Что это ты Мне достаточно Что это твое мнение Все Об этом я бы могу Очень много говорить Но пару мыслей скажу Помните молитву Первоапостольской церкви В Деянии апостолов Когда их Синдрион начал притеснять Помните, да Церковь молится Как они молятся Они говорят Господи Возри на угрозы их И все Не написано Господи Возри на угрозы Останови их Пусть они все заболеют Там пусть там у них мрут Там еще что-то Церковь, друзья Не предлагает Богу Вариант решения проблемы Они просто говорят Господи Посмотри на эту ситуацию И нам достаточно Ты Бог Если ты просто Посмотришь на эту ситуацию Нам будет этого достаточно Разбойник на кресте Он прославил Христа Как Бога Он говорит Господи Когда войдешь в царствие Вспомни обо мне Он не просил Веди меня Там еще что-то Он говорит Вспомни обо мне Ему достаточно Что о нем просто вспомнят Потому что это Бог Если Бог вспомнит То он сделает как нужно Друзья И возблагодарили Это та же самая тема Та же тема Иов говорит Неужели мы не будем Принимать от Бога злое Это же Бог Друзья Для очень много людей Христиан Огромное количество Христиан Они с Богом Строят Торгово-выгодное Отношение Господи Я буду поступать Правильно Ты меня благослови Я буду Посещать церковь Ты меня устрои на работе И так далее И так далее Друзья Бога нужно Прославить как Бога Бог Как хочет Так и делает И мы Верим в его Любовь Что он нас любит Мы знаем Что он к нам Имеет только благие намерения И мы ему полностью доверяем И мы можем сказать Слава Богу И поблагодарить За те обстоятельства В которых мы находимся Несмотря на то Что эти обстоятельства Нам не нравятся Или вдруг пошло что-то Не по нашему плану Друзья Вот когда мы к Богу Вот так относимся Мы не идем По этому пути Это очень важно Эти люди Которые получили От Бога откровение Они подавили Это откровение Неправдою Потому что Это было выгодно Они Не позаботились Чтобы в их мыслях В их разуме Был Бог Были божественные откровения Были примеры Хороших верующих людей Они осуетились В умствованиях своих Они предались Каким-то делам Всяким разным направлениям Но чему угодно Лишь бы Не только не о Боге думать И третье Они готовы были Слушаться Бога Тогда Когда им было удобно И выгодно Или когда им было все равно Но когда это было Им неудобно И невыгодно Они не слушали Бога Они не благодарили Бога Как Бога И не прославляли Как Бога Друзья И это как раз и есть Симптомы человека Идущего по этому пути От похотей сердец К страстям Которые уже невозможно победить И в конечном итоге К превратному уму И в конечном итоге К точке невозврата К гневу Божьему Друзья Вот это совершает Грех в нашей жизни И это очень плохо Вот такая тема на сегодня Схему мы до конца не разобрали Но там остались нюансы Завтра мы перейдем К другой теме Но сегодняшняя тема Друзья Она очень важна Я в начале дня сказал Что если человек Не поймет Насколько плох грех И насколько сам человек Испорчен Он не сможет принять Божью благодать Во всей полноте Поэтому друзья Сегодняшняя тема Такая мрачноватая Такая пессимистично Депрессивная Но тем не менее Она очень важная Чтобы человек понял Что грех Это очень Очень плохо Если есть вопросы Можете задать Если нет То мы будем заканчивать Да Есть предложение Давайте мы встанем У кого есть желание Помолиться Помолитесь только